Заметьте, не бывает так, что ты вот бац и поменялся. Не бывает такого, что бац и сразу скинул 30 килограмм. Это моя сейчас текущая задача. То есть у меня вес вот такой, туда-сюда болтается. То есть вроде как бы уменьшается, вроде как бы нет. Мне кажется, еще полтора месяца. Не хочется миллион рублей платить. Об этом у меня в блоге написано. Видите меня. Шоки чуть-чуть уменьшились. Мест болтается на 22. Но у меня еще 22 килограмма и 40 дней. 500 грамм в день. Я не знаю. Я не знаю, чем придумаю еще больше, чем эрогику. Понимаете, если вы хотите, как я вот, например, поставил свою цель, скинуть 36 килограмм, вы не сделаете это за неделю, вы не сделаете это за месяц. У меня на это было поставлено полгода. Полгода, но ежедневные работы, так называемые baby steps, детские шаги. То есть когда вы каждый день понемножку работаешь, каждый день понемножку работаешь, но суммарная, длительная, ежедневная, небольшая работа дает вам глобальные изменения. Потому что по-другому никак не бывает. Большая цель – это большая деформация, психики в первую очередь, разведите ее на несколько месяцев, что ли. То есть, как люди говорят, я не могу просто взять и уйти из того, что мне не нравится. Да? Я должен справиться с долгами. Да? Я понимаю. Никто не говорит овольняться с работы сегодня. Перед тем, как люди бегут марафон, они сначала учатся правильно ставить ноги, ползать, ходить, учатся еще в детстве, да? А затем начинают просто бегать несколько месяцев подряд по утрам, потом бегут марафон. Черт, а что я говорю? Я, например, сейчас пробегу марафон, честно, я больше десяти километров не пробегу без приступа в огонь и легкой смерти. Я тряпка в марафонах, это не мое. То есть, марафонок не для меня. Вот у нас есть Костя, который пять или шесть или семь марафонов пробежал, да? Сотрудник на сообществе. Вот это для него. Он любит марафон. Я ему, честно, завидую. Составьте прямо сейчас список того, что вы хотите, каждую мечту. Я хочу быть автором хорошей книжки. Я хочу увеличить свои доходы. Я хочу освободиться от многих проблем. От неприятностей. Мне напрягает вот это в отношениях. Я хочу быть здоровым, в конце концов. Я хочу помочь людям. Я хочу сделать всех счастливым. Я хочу сделать счастливым себя. Я хочу, чтобы все, что я делаю, было источником помощи для других людей. Я хочу иметь хорошее отношение с хорошим партнером в семье. Я хочу, чтобы меня любили люди, я любил людей. Я хочу иметь время для своего себя. Это не цели. Это установки. Это не цели. Что мне нужно делать каждый день, чтобы практиковаться, следовать этим установкам? Это вопрос, который вы должны себе задавать. Это начинается в тот момент, когда ты просыпаешься, открывая глаза. Кому бы вы хотели сегодня помочь? Кому я сегодня могу помочь? Что я могу сделать для того, чтобы стать более счастливым? Вот эти вот baby steps — это просто обратить внимание. Вот в этой книжке, которая сзади меня, написано, что такое техника вопроса. Ну, хотя бы ее почитайте, хотя бы технику вопроса поделать. Она уже меняет мышление этой техникой, если делать хотя бы несколько недель. Она уже меняет мышление этой техники. Да, эта кошка. Ета конфлика. Она уже меняет �над. Она сегодня напоминает мнеview ciek spann.